С-400 Triumph, первоначально, С-300М-3, индексов ПВО-40Р6, по кодификациям ОСША и НАТОУ, СА-21 Граулер, буквально Ворчун-1, российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс ЗРК. С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. 28 апреля 2007 года постановлением правительства России зенитная ракетная система Triumph была принята на вооружении 2. Triumph, наименование экспортной версии. По мнению западных аналитиков, С-400, наряду с такими системами, как Отрак, Искандер и береговыми противокорабельными комплексами класса «Бастион», играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как зона запрета доступа. Anti-Access Area Denial, А2, АД-345, которая заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны ИА-2АД без риска нанесения им неприемлемого ущерба. По завершении испытаний новой ракеты повышенной дальности комплекс сможет поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические и баллистические цели на дальности до 60 км 6, летящие со скоростью до 4,8 км 7, крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет. Радар раннего обнаружения обеспечивает дальность обнаружения до 600 км. Ракеты могут поражать низколетящие цели на высоте от 5 метров в 8, для сравнения, американский комплекс Patriot способен поражать цели только на высоте не менее 100 метров. Источник не указан 526 дней возможное использование нескольких типов ракет, обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска, что позволяет создавать эшелонированную оборону. По словам главкома ВВС, они способны эффективно отражать массированные налеты современных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиоэлектронного подавления и выполнять боевую задачу в различных погодных условиях 9. В то же время, по мнению Stratfor, автономные С-400 нанесут серьезный ущерб лишь ограниченному налету. А против полномасштабного налета они эффективны только в составе широко интегрированной системы ПВО-10. В состав средств управления входит ЦВК серии Эльбрус 90 микро-11. Головной разработчик НПО Алмаз имени Академика А. Расплетина. Генеральный конструктор Александр Лиманский 12. С-400 Мисл 48 Н6 Т3. ДжКК. С-400 Триамф Сэм. Рехерсал Фор 2009 ВД Парает Ин Москоу минус 0,7. ДжКК. Характеристики. Тезмасс 22 Т6. Основные характеристики 13. Скорость цели максимальная КМЭ с 4,8-13. Дальность обнаружения КМЭ 600. Границы зоны прикрытия по дальности КМЭ. Максимум. Минимум. 414. 2,15. Границы зоны прикрытия по высоте от аэродинамических целей КМЭ. Максимум. Минимум. До 30-16, ракетами 40 Н6, до 27, ракетами 48 Н6, до 35, ракетами 9 Н96 Н17. 0,005-17. Границы зоны прикрытия по дальности от всех доступных баллистических ракет КМЭ. Максимум. Минимум. 60-5-18. Обстреливаем их одновременно целей максимум. 80-10 целей каждой ЗРК, всего до 8 ЗРК под общим управлением. 15-19-20-21. До 2012 года 36-6 ЗРК по 6 целей. Наводим их на цели ракет максимум. 160-20 ракет каждой ЗРК, всего до 8 ЗРК под общим управлением. 15-22-23-24. Готовность. Минут. 0,6 из режима ожидания, развернутой на местности 3-25. Непрерывные работы часов. 10-0-0-0. Срок службы, лет. Компонентов. Ракет. Минимум 20. 15. Типы целей 26. Недоступная ссылка. Стратегическая авиация Би-1, ФБ-111 и Би-52-АИЧ. Самолеты РЭП-111 и АИ-6. Разведчики Локхит Ю-2. Самолеты-Радары И-3 и АИ-2С. Тактическая авиация Ф-15, Ф-16, Локхит Мартин, Ф-35, Лайтнинг, АИ-27 и Ф-22-28. Стелс Би-2 и Ф-117-АИ. Время реакции системы менее 10 секунд 29. Самостоятельное движение по дорогам 60 км в час. Бездорожью до 25 км в час 19. Базовый состав системы 40 Р-6 С-400. Пусковые установки зенитных ракет комплекса С-400. Средства управления 30 К-6 и в составе 20-22. Пункта боевого управления ПБУ 55 к 6 на основе Урал 532301. Радиолокационного комплекса РЛК-91-6 и 20 панорамный радар с защитой от помех. Монтируется на МСГАМ 7930. Работает в дециметровом диапазоне. До шести зенитных ракетных комплексов 98 с 6 и 30. Максимум 10 целей с наведением на них 20 ракет 23, каждый в составе. Многофункции анальной РЛС МРЛС 92 на 6 и дальностью 400 км. 100 мишеней 31 до 12 транспортно-пусковых установок ТУ типа 5П-85-2 или 5П-85-2 на прицепе. Зенитные ракеты 48-6, 48-6 и 2, 48 Н-6 и 3 существующих за РК С-300-1, 2, а также ракеты 9-96 и 9-96 и 2 и ракеты сверхбольшой дальности 40 Н-6 и 32. Комплекс средств технического обеспечения системы 30 С-6. Дополнительные РЛС обнаружения низколетящих и стелс-целей. Возможные элементы С-400, 98 с 6 и 33 включают средства борьбы со специализированными целями, как стелс-самолеты или низколетящие цели с огибанием рельефа местности, как крылатые ракеты. Всевысотный обнаружитель 96 Л-6 и 34 универсальный комплекс, все функции, дальность обнаружения 300 км. 40 Би-6 тем, вышка для 92 Н-6 или 96 Л-6. С-400 может быть укомплектована радарами Л-диапазона как противник Ге, Гамма-Да, рассчитанными на обнаружение стелс-целей. Видимость ими стелс-самолетов связана с тем, что в Л-диапазоне стелс-самолеты имеют большую эффективную отражающую площадь, чем в стандартных диапазонах. 36 Также западные эксперты считают, что РЛС Небо, работающее в УКВ-диапазоне, также обладает повышенной чувствительностью к стелс-целям. 35-37 Многие западные эксперты в целом не отрицают эффективность обзорных радаров Л-диапазона для раннего обнаружения стелс-самолетов как F-22 ВС-400, но указывают на то, что данные радары не могут выполнять функцию точного наведения ракеты на цель, и потребуется собственная оптическая или прочая эксене в ракете для завершения поражения самолета на финишном отрезке. 35-38-39 Однако только старые версии РЛС Небо не способны управлять наведением ракет или загоризонтные радары как подсолнухые, в то время как противник Ге, Гамада рассчитаны на обнаружение целей СРП около 0,1 квадратного метра на дальности 240 км с необходимой точностью для пуск ракет. Новые версии системы Небо М-55-6 позволяют также использовать сразу три интегрированных РЛС в метровом диапазоне, модификация Небо УСФ, дециметровом, модификация КЦ противник Ге и сантиметровом Гамма С-1. По сочетанию и наложению друг на друга даже очень слабых отраженных сигналов компьютер-системы позволяет получать комплексную сигнатуру стелс-объектов, эффективно отсеивая естественные и искусственные помехи. 35-37. Дополнительно периметр защищаемой С-400 зоны может быть усилен комплексом барьер Е-40-41, который создает виртуальный барьер от земли до высоты 3-7 км и протяженностью до 500 км и с секцией по 50 км. Барьер Е работает по принципу бестатической локации на просвет и, фиксируя прохождение объектов между мачтами с излучателем и удаленным пассивным приемником, выдает секторы для обстрела целей с точностью 1 градус. При радиолокации на просвет эффективная поверхность рассеяния целей возрастает в 100-1000 раз и не зависит от наличия на них радиопоглощающего стелс-покрытия, так как система реагирует на затемнение источника самолетом, а не на отражение радиоволн от него. 42. Эффективность радиолокации на просвет так велика, что по частичному радиопоглощению определяются невидимые для обычных РЛС неметаллические объекты, воздушные шары и тому подобное дополнительно барьер Е позволяет обнаруживать низколетящие цели от 30 метров. Кроме этого, координаты обычных и стелс-целей могут быть получены по излучению их собственных РЛС или систем связи самолетов с помощью пассивных систем радиотехнической разведки Вега, Орион-43 и автобаза М-44. Включенная на самолетах модуля РЭП для помех обычным радаром С-400 также позволяет вычислить координаты источников излучения. Данные системы не излучают сигналов для обнаружения воздушных целей, а Вега использует метод тренгулярного вычисления координат источников радиоизлучения по разнице уровня сигнала для трех абсолютно пассивных приемников изучения 45, а автобаза М-44 использует метод более точного получения пеленга на источник радиоизлучения за счет вращающейся антенны. 44 таким образом, системы радиотехнической разведки для С-400 не могут быть выявлены и уничтожены противорадарными ракетами. Поэтому тактические стелс-самолеты не могут атаковать по данным собственных радаров, так как будут обнаружены и уничтожены, причем без возможности разрушать систему ПВО ответными ударами. Поэтому звено стелс-самолетов вынуждено получать подсветку целей от сопровождающего самолета ДРЛО. При этом самолет ДРЛО может быть обнаружен по излучению и поражен на дистанции 400 км специализированной ракетой 40Н6-46. Следует отметить, что барьер Е, Вега, автобаза М и некоторые версии НЕБА не могут самостоятельно навести точно ракету, но могут определить азимут цели с точностью порядка 1 градуса для включения радара на видение как 92Н6-й противник ГЕ, гаммада на цель, а комплекс Вега предоставляет РЛС на видение данные о включенных противником устройствах РЭП для отстройки частоты и мощности, а также фильтрации помех. 47 до недавнего времени С-400 не имел средств для атаки выявленных барьер Е, Вега, автобаза М и своим обзорным РЛС-целем с помощью оптических систем, так как это компонент ЗРК ближнего радиуса действия. С выходом унифицированной ракеты с ЗРК малой и средней дальности 9-м 100. Ситуация изменилась, так как данная ракета наводится не по данным отражения радиолуча от цели, а с помощью радиокоманд и инерционной системы наведения, и на дистанции около 10 километров производят самостоятельный захват цели по инфракрасной эксене, подобно ПЗРК. 39 эксперты НАТО наиболее опасаются ракеты С-400 именно такой конструкции, так как она может быть наведена РЛС или средствами радиотехнической разведки в район, где приблизительно находится стелс-самолет, а затем он может быть уничтожен за счет того, что скрыть мощное инфракрасное излучение двигателей фактически невозможно, и ракета захватит цель в оптическом диапазоне. 38. Стелс-контейнеры для компонентов С-400. МОРФ опубликовала данные, что все компоненты комплекса С-400 будут находиться в специальных стелс-контейнерах, препятствующих их обнаружению. Из опубликованной части ТТ данных контейнеров известно, что Акцент сделан на экранирование остаточного электромагнитного излучения от оборудования, что блокирует возможность его обнаружения средствами радиотехнической разведки. 49. Интеграция со средствами радиоэлектронной борьбы. С-400 имеет интеграцию со средствами РЭП, предназначенными в первую очередь для разрушения систем навигации и наведения ракет и устройств, предназначенных для атак на систему ПВО. Как правило, необходимый комплекс РЭП получает команду на включение, когда С-400 по своим радарам определила вид угрозы. Комплекс шиповника Аэро получил репутацию взломщика дронов 5051, так как способен отразить даже рой небольших дронов, дрон-сворм, атакующих систему ПВО. 52. На практике данный комплекс РЭП работает как излучатель поддельных сигналов GPS и может имитировать работу спутников, создавая впечатление у приемника GPS о совсем других координатах. Поэтому данный комплекс РЭП способен не просто заглушить GPS-навигацию, а фактически управлять полетом устройств, использующих GPS, предлагая им подложные координаты, спуффинг GPS. Комплекс достаточно часто включается около Кремля как защитная система и приводит к часто наблюдаемому эффекту телепортации GPS-навигаторов, показывающих совсем другие координаты. 53 поэтому дешевые устройства, такие как рой дронов, построенные фактически на бытовых GPS-навигаторах, могут превратиться в оружие против того, кто их же и запустил. Более устойчивы к данному комплексу РЭП дорогие военные GPS-навигаторы. На их частотах шиповник Аэро производит глушение сигналов навигационных спутников без функций подделки координат. Системы КБ-Радар предназначены для защиты РЛС от противорадарных ракет. При обнаружении пусков ракет по РЛС, сама РЛС отключается и включается находящийся поблизости от РЛС ложный передатчик с такими же характеристиками излучения, как основная РЛС, что приводит к захвату и к цене противорадарной ракеты ложной цели. Комплекс также имитирует в инфракрасном диапазоне работающую технику систем ПВО, поэтому позволяет эффективно сбивать с курса ракеты и с инфракрасными к цене. 55. Некоторые средства РЭП, работающие в интеграции с С-400, в целом эквивалентны по принципу действия системам РЭП атакующих самолетов. Если атакующие самолеты пытаются с помощью контейнеров РЭП аналогичных Сорб ЦС поставить помехи радарам системы ПВО, то С-400 с помощью собственных радаров и интегрированного комплекса радиотехнической разведки Вега. Орион определяет также работу РЛС самолетов и ставит им помехи с помощью комплекса Красуха-4. Однако стационарные системы РЭП имеют существенное преимущество перед подвесными контейнерами РЭП самолетов из-за доступности намного более мощных источников энергии и намного более крупных антенн для формирования помех, а также ассистирования систем радиотехнической разведки, поэтому обычные самолеты обычно проигрывают дуэль с наземными средствами РЭП, фактически борьба Красуха-4 ведется с самолетами Дрло. 58. Другой вид российских РЭП от концерна Крэд, интегрированных с С-400, направлен на блокирование систем связи самолетов НАТО, в случае стелс-самолетов, вынужденных действовать с выключенными радарами, их связь с внешним самолетом Дрло является критической. Без функционирования системы связи авиакрыла ВВС США как ЛИНК-16 ставится также под вопрос организации воздушного боя, так как это критический компонент управления. Эффективность подавления РЛС на самолетах США российскими средствами РЭП считается Пентагоном очень серьезной проблемой, однако последние тесты, проведенные Пентагоном, показали недостаточную эффективность систем защиты от российских РЭП, и производитель систем BAE Systems предложил за 15 миллионов долларов устранить данные проблемы. 61 выявленные проблемы защиты от РЭП коснулись даже самых совершенных стелс-самолетов Lockheed Martin F-35 Lightning I-61 уязвимость проявляется в том, что российские системы РЭП и РЛС постоянно интеллектуально перестраивают свои алгоритмы работы в эфире, а американские системы РЭП могут работать только на базе данных известных систем. Для решения этой проблемы Пентагон надеется на технологию адаптивной подстройки к российским РЭП, средства управления подчиненными системами и организации эшелонированной ПВО. С-400 может выполнять роль системы управления позиционным районом ПВО, интегрируя различные зональные системы ПВО и отдавая им команды на поражение целей, а также используя ракеты от более старых комплексов ПВО для поражения целей. Для развертывания связи на больших расстояниях используется ретранслятор 15I6MI, обеспечивающий связь системы управления 98-6T на расстоянии 30 разделить на 60 разделить на 90 км от командного центра 30К-6T. Таким образом, С-400 является средством организации и управления эшелонированной ПВО. Отметим, что организация эшелонированной ПВО вокруг позиционного района С-400 является необходимым для отражения попыток разрушения системы ПВО и прикрываемых ей объектов через массированную атаку крылатыми ракетами. Сами по себе крылатые ракеты обычно представляют простые цели для поражения и могут быть ликвидированы простыми комплексами ПВО по данным радаров С-400, но сложность представляет именно их массовый пуск одновременно. Кроме этого, расходование боекомплекта дорогих ракет С-400 на крылатые ракеты является экономически неэффективным. Поэтому как основное средство прикрытия позиционного района С-400 от крылатых ракет предполагается интеграция с несколькими установками панций С-1. 62 для еще более дешевого массового уничтожения крылатых ракет в разработке находится комплекс ПВО «Сосна», планируемый к принятию на вооружение в 2016 году. Дополнительный существенный фактор необходимости построения эшелонированной системы ПВО заключается в том, что противник, используя средства радиотехнической разведки и противорадарные ракеты, будет пытаться максимально выводить из строя работающие РЛС, а также противодействовать работе РЛС через развитые средства РЭП. В этих условиях наиболее живучими и надежными компонентами ПВО оказываются многочисленные ЗРК ближнего радиуса действия, использующие оптические средства наведения зенитных ракет. Всего система 30 к 6 управления может управлять следующими компонентами ПВО-18. Система С-400 Триумф 98-6Т, С-300-2, через систему 83-6-2 управления, С-300-1 через систему 83-6 управления, ТОР-М-1 через ранжир М мобильный командный пост, Панцирь С-1 через КП «Панцирь». Получение целей управления радарами 96-6-30К-6Т, противник ТШ, Гамада. Возможность интеграции с 92-х-6 и радиолокационной системой обеспечения с каждой батареей для Байкала и старших командные пункты и другие подобные. В зоне доступности 30-40 км, 30-6, 83-6 и 83-6-2 системы управления, Поляна Ди-4-1 командный пункт, Командный пункт ВВС. Возможно применение ракеты С-200 Ди-Дубна 400 км, а также различных систем радаров С-300, версии П, без участия дополнительных центров управления и контроля. Возможно применение ракет С-300, самолетов раннего предупреждения А-50 дробь 50-у, командования и целеуказания. Базовые компоненты. Всевысотный обнаружитель 96-6 комплексов С-300, С-400 на шасси МСГАМС 7930, Тезмасс 22Т6, радар раннего обнаружения 91-6 и 65. Максимальная дальность выдачи цели указания, дальность обнаружения больше, для баллистических целей, 230 км, скорость до 4800 м в секунду и эффективная площадь рассеяния 0,4 квадратного метра. Для мишеней СРП 4 квадратных метра, 390 км. Для стратегических самолетов 570 км. Всевысотный обнаружитель 96-6 и 66. Максимальная высота обнаружения цели 100 км. Можно использовать вышку 966А-14. Имеет высокие возможности против крылатых ракет и малозаметных целей. В радаре 96-6 применена многолучевая фазированная антенная решетка 67. Аппаратный блок может быть размещен на удалении до 100 метров. Подходит для работы в горной местности, устойчив к помехам, возникающим при отражении сигнала от гор. Заменяет низковысотный радар и РЛС кругового обзора, раннего обнаружения. Может выполнять функции КП для батальонов с РСРС-367 или С-400. 96-6 и L-6, 1-68 и с РСРС-400 и с РСРС-500. 96-6 и 2 его экспортный вариант. Командный центр ПБУ-55К-6 и 69. Служит командным центром для всей системы, батальонов и внешних ресурсов, включая пассивные. Максимальное расстояние между командным центром и батальоном 98 с 6 до 100 км, с использованием ретрансляторов. Пусковые установки. 5П-85-2 или 5П-85-2 на прицепе в сочетании с тягачами БАЗ-64022 или МАЗ-543М-70. Ракеты. Специальным распоряжением президента РФ раскрыты 5 индексов зенитных ракет, которые может запускать с РСРС-400, 48-6, 48-6 и 2, 48-6 и З, 9-96 и 2, 40-6 и 71. Ракета 9-96 при пуске одной ракеты обеспечивает вероятность перехвата тактического самолета 0,9, БЛА, 0,8. Может маневрировать с перегрузкой 20G на высоте до 35 км с использованием газодинамических рулей, что существенно повышает возможности перехвата баллистических ракет средней и малой дальности. Максимальная перегрузка в маневре 22G для 48Н6 и 3, масса боевой части 180 копеек.